Каждый год 2 августа в деревне Скамья жители отмечают престольный праздник святого Ильи Пророка. В деревне еще до Второй мировой войны находилась церковь, освященная в честь святого. Церковь была сожжена и взорвана немцами при отступлении в 1944 году. До сих пор в деревне живы люди, которые видели эту церковь, ходили в нее молиться. Три года назад на месте, где находилась церковь, был установлен и освящен поклонный крест. С надеждой, что когда-нибудь здесь будет построена уж если не церковь, то хотя бы часовня. В Псковской летописи Второй сообщается, что в 1629 году скамья не называлась скамьей, а камьей. Она сообщает, что приноровье ставят кабаки хозяина в камье, в Больгином кресте и других. Так что летопись Вторая тоже подтверждает, что существовала деревня. В конце 19-го, в начале 20-го века скамья была очень большой деревней. Связано это в первую очередь с тем, что она имела выгодное местоположение на водном пути из Варяг в Греки. В скамье были две гранитные пристани. Здесь были зерновые, кожевенные, лесные склады, свой кирпичный завод, консервные и кончарные заводы. Из Эстонии в Россию курсировали грузовые и пассажирские пароходы. Все порушила Вторая мировая война. В деревне Лешкино, в деревне скамья в то время оказался Василий Трофимов, старик. И он находился рядом с церковью. Когда немцы увидели его и говорят, ну дед, становись на колени и крестись. Он только встал на колени и перекрестился. Как произвучал взрыв, церковь взлетела на воздух. Во время отступления немцы полностью сожгли деревню. Местным жителям пришлось уходить в другие места, в том числе и в Эстонию. Церковь или пророка была взорвана. Церковную пристань немцы разобрали для ремонта дорог. В послевоенное время и другие пристани растаскивались с местными жителями для укрепления фундаментов домов. В скамье практически ничего не осталось от былого величия. Более или менее сохранилась так называемая Громовская пристань, построена купцом Громовым еще в XIX веке. Здесь и стоит до сих пор статуя ангела. Примечательна она тем, что она была сделана более ста лет назад по заказу купца Громова на Санкт-Петербургском заводе Сан-Гали и установлена на могиле жены купца. В 1980 году статую перенесли со склепа Громовых на пристань. Сегодня в такую погоду и в такой прекрасный праздник можно получить действительно много интересной информации. Потому что те люди, которые выступали, можно сказать, что они выступали от души, от всего сердца. И действительно с их рождением все, что они говорили, они впитали. Если человек говорит, что она своими ногами первые шаги сделала по этой земле, если человек говорит, что он заходил в эту церковь и мог в этой церкви молиться, можно только позавидовать, что эти люди на этой земле родились, здесь остались и эту информацию передали нам. Буквально несколько лет назад на месте, где когда-то располагался храм, одним из дачников был построен жилой дом. Общими усилиями, в том числе и через суд, хозяев заставили дом убрать. Сейчас еще осталась баня, которую хозяева тоже скоро должны будут перенести. Здесь же находятся могилы предков. Захоронения надо расчищать и восстанавливать. Все эти добрые дела ждут своих добровольцев. В день пророка Ильи в скамье был совершен праздничный молебен, который отслужил батюшка Алексей Гришанов. Его слова были обращены не только к Богу, но и к прихожанам. Если они хотят построить деревню часовню, не надо ждать посторонней помощи. Надо самим начинать благое дело, собирать деньги, искать спонсоров, самим безвозмездно поработать на стройке. Только так дело можно сдвинуть с мертвой точки. Так как храм святого пророка Божия Ильи взорвали, то мы будем молиться и просить Господа, чтобы Господь не спослал нам прощения. Потому что мы, в принципе, тем или иным образом, посредством родственных вуз, наверное, все равно в чем-то виновны. В том, что кто-то взрывал, кто-то не остановил вовремя, кто-то еще что-то. То есть, как бы, здесь нужно нам молиться и просить у Господа, чтобы Господь нам не спослал свое прощение за эти богободческие эти годы и действия. И благословил нас на грядущие годы по молитвам святого пророка Божия Ильи. В этот же день состоялся концерт загривского хора «Дубравушка». В их исполнении прозвучали русские народные песни. Благодарные зрители одаривали артистов дружными аплодисментами. Какое счастье жить в России, когда осенний листопад деревьев листья золотые на землю под ноги летят.